Тема справедливости, тесно связанная с нравственной природой человека, является вызовом для безбожного сознания. Что такое справедливость? Откуда явилось это понятие? В животном мире этого нет. Там побеждает сильный, там работают инстинкты. И ведь существует этот животный мир. Что это за странное понятие справедливости? Но ведь как мы остро переживаем нарушение справедливости, будь то в наших семейных отношениях, в трудовых коллективах, в обществе, в государстве, в мире? А может ли быть справедливость без наказания? Не может быть. Потому что тот, кто нарушает справедливость, тот должен быть судим и наказан. На этом основывается практически стабильность человеческого общества. Но если так, то что же говорить о вечности? Много тайн, которые покрывают человеческое зло. И с этими тайнами люди уходят в иной мир. И что же? Где же тогда божественная справедливость, если не совершилось над беззаконниками суда Божьего в этом мире? То ведь остается только суд после смерти. Поэтому суд Божий проистекает из самого Божьего замысла о человеке. Господь вложил в нравственную природу людей понятие справедливости. И суд вечности призван в полной мере, в абсолютной мере проявить божественную справедливость. И каждый из нас предстанет пред Богом. Ни одному не удастся уйти от этого суда. И каждый получит по делам своим. То, что мы скрывали в этой жизни через лицемерие, через различные человеческие предрассудки, мы не сможем скрыть там, пред лицом Божиим. Мы будем все обнажены пред Богом. И каждый даст ответ за свои грехи.